мы с братом сюда 7 седьмом году приехали это июнь месяц все из того раза как говорится все и началось управление механизации устроился начал работать помощник фокусоватор 79 году отправили нас на учебу крановщиками крановщиком учился на кранщика вот и 80 уже год 81 начал работать на ртк-25 1 гусеничный кран 25 тонны тоже на стройке и вот стройка пошла у меня на стройке работал столько лет и потом уже до 93 года и в 93 году на станции устроился то машинистом на мостовые краны и вот 23 года я там отработал и девяносто пятом году сюда вот в ехимовичи приехал посмотрел и начал обустраиваться потихоньку и вот уже четыре года как я овер четыре четыре года но в основном же вот лет наверное я грубо восемь живу в своем домике отдыхаю на отдых ушел работы и занимаюсь своими любимыми делом своим работу это рисую живописью с восемьдесят второго года да там помаленьку начал но так на финишный правильный вышел уже вот только только сейчас вот это вот кухня у меня пошла вот это вот уже конкретная нормальная вот начал более или менее ну процентов 10 отца взять я начал что-то допонимать в этом деле маленькая а так все шел 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 шет к этому понемножку вот это вот самый сложный самое трудное то что вот подготовить все это дело а потом от рисовать этот проклейка грунтовка как положить краску каким способом все вот этого делать ну вот в общей сложности у меня уже лет а уже не так грубо сказать до лет 30 до я помаленьку это все дело занимаясь этим рисую а в школе карандашом рисовал это самое портреты вот эти вот и знаменитости всех карандашиком а потом про к увидел своего знакомого хорошего какие у него работы красивые думаю дай-ка я займусь тоже этим делом и вот начал рисовать с 88 2 8 3 год нет учебу практически у меня не было все так по книжечкам по книжечкам и по жизни как говорится все это так на ощупь шел все да ну принципе то принципе если надо быть хорошим художником надо много работать конечно это 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 труд тяжелый труд не просто так взял и топа и нарисовал так не получится даже копии делая копию делаешь не на один в один копию где-то что-то свое добавил где-то что-то еще вот вот в этом плане вот конечно если вы свое время за закончить что-то такое какой-нибудь ну какой школу что пройти то конечно было бы гораздо лучше гораздо лучше если поучиться кого-нибудь шишкиным на утюду походить или серого так как было бы лучше да мне пейзаж нравится вот он как бы не сказать что он легко его рисовать но он как-то как-то ближе но бытовые сценки если это красиво натюрморт мне нравится тоже рисовать тоже это самое но вот я говорю я вот кто что вот к этому вот я вот к этому вот жил 40 почти вот лет я к этому шел чтобы вот живописание получилось чтобы вот это было вот как положил кисточки краска так вот она и так она и лежала живая вот как вот ну вот чтобы она была как положено понравилось мне вот например октябрьский праздник время вот это вот сын к я взял героя рисую но где-то что-то цвет свой добавил где-то усилил где-то убавил вот ну где-то как какой-то натюрморт взял опять же где-то что-то свое добавил опять же самое главное вот я бы как бы сказал в этой жизни конечно и близкие родные люди ближе никого не не вы нету и не будет они нормальных хорошо относятся нормально но у меня дочь со мной не живет я вдвоем ряда это рядом со своей корица половиной вот у сына своя как говорится свое своя квартирка но домишка вот домишка я сам его построил сам ним и живу и все и кому-то ругаться никому ничего не надо чем ругаться ну я же не скульптор там если долбать что-то или как ее еще какая там работа есть такая грязная а так все вот ну немножко как бы картины понаставил тут тесновато мало вроде как бы на мне мне например нравится я вот шел к этому и мне он дал вот это бог и все я что-то качество сказал о нем ближе быть нему во что-то человек должен тоже верить и вот это вот придает конечно и силы здоровья ну может не совсем больно сто процента здоровья конечно краска тут лаками дышишь вот это вот конечно вот он пожалуйста на термор с ромашками все рядом ставлю этот с подсолнухом на термор с подсолнухом тоже холст масло масляными красками вот вот он тоже холст масла все цветы цветы полевые восход солнца в горах конечно это все время много требует много времени много времени очень вот это вот принципе моя работа это вот пруд сырокорение все пожалуйста тот массу с мостиком все там и цеха стоят какие-то не знаю какие но все это вот пруд новое сырокорение и тут моя конкретно моя работа все не копе ничего но это вот тоже цветы и так копина на работа моя все вот тоже месяц почти я с ней работал вот с этой вот работы с этими цветами особенно троза тяжело удалось дубы дубы мои тоже не очень понравились но это дубы шишкина конечно ну немножко и свое внес маленько чуть-чуть вот тоже холст масло вот сделал все это вот вот это вот зима тоже самое трудное что рисовать зиму трудно очень зима клевера ну вот свое кое-что тут внес вот это все труд это все тяжело конечно не просто так там вроде как кисточка кисточка краска там ты тыр тыр нет это не так это все это все надо продумывать это от березы на сбросе вот сброс там с атомной станции сброса там на той стороне кукуевка а это вот березки мне понравились я и взял и нарисовал эти березки но может не совсем не совсем реально но ничего пойдет это вот напротив станции канал сомики там где сомиков уловили с братом вот но этот айвазовский вот она тоже моя работа ну-ка ну копия конечно ну вот это вот христос и грешница если вы все такие святые это самое бросьте в нее камень никто не бросил все все поняли что он правильно сказал это вот яблочки или алексимыча репина яблочки но вот это мою вот это его это мое я сюда добавил вот яблочко тоже это вот это вот белый монастырь вот тоже немножко свое добавил клон копия но немножко свое добавил вот так это вот залив 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 где-то там уже в сторону богданова там ты залив вот он то 8 осень вот это вот сама трудно конечно вот эти цвета очень трудно конечно вот эти цвета желтые вроде как просто все просто но просто желтый цвет положит он не будет смотреться зачем до него добавить оранжевый там еще какой-нибудь зеленый цвет тоже очень трудный он не везде зеленый здесь такой здесь такой там такой небо показать тоже тяжело вот и вот моя работа на нужда копия конечно но тут тоже свое внес кое-что где-то притемнил где-то присветлил это вот рожь собрацова мой любимый художник мы с ним чем-то схожи ну по судьбе конечно чем-то похоже я выплыл холон не выплыл вот вот я даже подписал здесь маленько внизу что злобин в март но это тоже копия но тоже по-своему сделано явление христа народа 2 метра 20 сантиметров на метр сорок работа я и около года рисовал вот эту работу тоже холст масло тоже мин не нравится особенно книжна тараканова это вот это вся как коронка моя такая одна из лучших наверное вот так теперь вот эти вот цветы но этот принципе тоже копия но по-своему сделано конечно по-своему сделано тоже на копия у меня но по-своему сделано и вот это мне тоже работа очень нравится вот это вот это вот косцы косцы мясоедов на это девятьнадцатый век вот поле рожь вот они косят все тут стоят все эти вот это вот такая самая главенствующая тут фигурка вот тоже мне она очень нравится картина это хотя говорят что автор не должно нравится вот его вот вот моя подпись всегда должен доволен быть маленькой и тогда дальше идет дальше идет творчество дальше идет творчество я чувствую что что-то начало получаться немножко так это в 40 лет прошло что-то начало что-то одна из таких вот моих работ но большая сейчас я достану это вот тоже явление христа народу это у тебя за четыре года вот это то что вам показал показал это все за четыре года у меня все вот посмотрите все вот это вот тоже в моем как бы я в своем в этом так ее направлении сделал в едином то тут колорите она вся в едином холст масло вот на эту работу мне ушло полгода родные близкие там сын у брата есть работы вот у меня кстати совете ветеранов 5 работ моих висят там не натюрморт и все 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 так сейчас будем еще смотреть валерий анатольевич злобин бывший работник смоленской аэс сегодня он пенсионер смоленской атомной станции стоит у нас на учете очень добродушный человек поэтому его картины очень приятно смотреть они от них веет прям теплом и заботой и он очень часто рисует эти камни картины картину него выполнена на холсте вот и каждый раз новые работы он приносит нам в совет мы здесь вывешиваем и наши пенсионеры которые приходят здесь знакомиться и любуются пейзажами и другими видами которые он изобретает и мы очень довольны что у нас есть такой замечательный пенсионер художник который творчески развивается занят и приносит нам всем удовольствие от своих картин рыбки тоже нарисованы и рыбка до недельку и где-то так ты так так и и дел он подписал по моему тоже вот вот это вот уже моя одна из таких вот моих ну любимых работ она насыщенная хорошая конкретная тоже моя работа этот сомики канал с братом на рыбалке были это вот тут к канал напротив станции прям через там через лесу там вот вот мы вот здесь вот ездили на рыбалку сейчас там правда никакой рыбалки нет рыбы тому же тоже нет все этот моя тоже работка этот христос на озере ну такая наивненькая работка ну ну так вроде все аккуратненько все чистенько и под с ней потом следующий раз время выберу займусь сделаю немножко тона подруги по другому захотел еще раз и сделать вот есть повторил и и немножко таком вот немножко в светлом стиле вот но это 100 старинный мотив вот вот так что здесь у нас это вот старорусский воин с конем вот но нам не тоже не совсем удалось но более-менее так думаю что пойдет это уже где-то недели наверное три или четыре с ней возился хотя надо можно было и побольше подольше небо хорошо у меня получилось с полохи ты там не нравится вот вот так хочу каждый я считаю что каждый человек должен не то что не совсем должен а как правильно сказать занятие какое-то должно у человека быть чтобы вот это вот союз земли и воды это вот мне восемьдесят втором году написано союз земли и воды картина называется опа это рубинса я в эрмитаже был работа вот она мне одна из лучших моих вот первые ты вот это вот этой картине уже почти 40 лет вот мой конкретно мой пейзаж это вот на крестах я тут водичку кинул там вода была маленькая добавил побольше вот это вот зимний лес тоже вот работа зимний лес но это клевер клевер копия ну опять же сделано по-своему где-то темнее где-то светлее где-то добавить там то другое третье вот этот пейзаж вот он могу показать озеро циркарением только на крупном плане вот эта картина домик в деревне озеро вон там а работа тоже такая вот одна из моих таких вот ну добрых работ все вот это вот моя работа тоже мне очень нравится немножко повело маленько но это потом и выправим крупном плане тоже ему смотрели на этот крупном плане а вот дети бегущие от грозы да это вот мако маковский заросший пруд поленого тоже мне очень нравится она большая вот метр наверное метр 30 на метр каждый свое вносит художник свое вносит не просто так вот рисует а свое вносит этого дети бегущие от грозы маковский аленушка но не совсем она мне как бы удалось ну так то вроде рыбки тоже нарисованы или рыбка тоша еще лет двадцать я порисую просто так вот сидеть пришел и сидеть там по и поел попил пошел погулял я пришел я вот начал делать и мне потом как-то интереснее жить становится от начал начала что-то получатся и мне как-то интересно жить вот и 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 это началось еще в первом декрете со старшей дочерью началось все с бисероплетения были и плетение из газетных трубочек в общем всего понемногу и так я пришла к фоамирану это мой любимый материал я уже им занимаюсь пять лет а и и и и Продолжение следует...